С нами на связи спикер Украинской добровольческой армии ЮГ Сергей Брачук. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, вы нас слышите? Я думаю, это вопрос нескольких секунд. Мы наладим связь и, конечно, поговорим о том, что происходит в зоне ответственности нашего спикера. Конечно же, о том, как прошла ночь, как проходит сейчас утро. Я помню, во всей Украине объявлена воздушная тревога. Россияне с утра запустили и баллистику, и крылатые ракеты. Ну, а со вчерашнего вечера во многих регионах была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников. Также поговорим о ситуации на фронте. Сейчас напряженная ситуация. Ожидается возможное наступление российских войск на запорожском направлении. В частности, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии одному из агентств сообщал, что вот возможное наступление в ближайшие несколько дней. Мы видим вот карту тревоги. По Украине, я напомню, объявлена воздушная тревога. Были запущены ракеты и шахеды. Есть Сергей Брачук с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Слава Украине, слава силам обороны. Приветствую, коллеги. Героям слава. Расскажите, как у вас ситуация? Все мы сегодня, конечно же, проснулись от тревоги. Кто-то и не спал в некоторых регионах. Тревога была всю ночь. Что у вас? Что касается Юга, то у нас тоже сегодня и сейчас, в данную минуту, звучит сигнал воздушной тревоги. Локационно пока все чисто, силы обороны в готовности отражать любую атаку, пока не зафиксированы ни шахеды, ни пролеты ракет. Поэтому в ожидании, что вполне вероятно, часть пуска все-таки была имитационная, то есть повторение фактически ситуации и сценария за понедельник. В основном ситуация тоже пока 4-5-0, вражеские атаки после тех накатов, которые были на протяжении прошлой недели, в частности по Югу, по Одессе, по Одесской области. Пока ситуация действительно стабильная. В море нет вражеских кораблей, в этом тоже есть стабильность. И оно понятное дело, потому что враг сегодня больше занят, в частности Черноморский плод, вернее, флотилия занята тем, чтобы сохранить свои корабли целостей. И сохранности. Ну, а что касается оперативной ситуации на Южном фронте, то тут тоже стабильно враг пытается атаковать на Временском выступе, враг пытается атаковать на Приднепровском направлении. Ну, и по Запорожью, если очень кратко, в двух словах, никаких больших наступлений, по крайней мере, пока точно не зафиксировано. Все свои усилия враг сосредотачивает в направлении Великой Новоселки. Но это уже больше ситуация говорит не о, сколько Запорожской области, а по Донецкой. То есть, это связано все-таки с действиями на Кураховско-Покровском направлении. Вы вспомнили сейчас об обстреле мирных городов. Действительно, и Одесса, и Николаев, и Херсон, и Запорожье страдали от авиаударов и от дронов в течение недели. Давайте поговорим о целях. Куда целились россияне? Правильно ли утверждать, что это в основном были жилые дома и мирные люди? Не просто правильно утверждать. Все те локации, которые были обстреляны, куда были направлены шахеды, они были как раз, это плотная такая часть застройка. Прежде всего, это историческая часть города. И, соответственно, это и многоквартирные дома, жилые комплексы. То есть, не одиноко где-то стоящие многоэтажки, а это жилые комплексы, и целенаправленно враг целился туда. Поэтому у нас там по частным владениям, домовладениям, более 120 домов получили такие или другие повреждения. Вот в частности, ну это характерные такие повреждения. Это выбитые стекла в окнах, это вакуумные рамы, которые надо менять. Ну вот это уже да, тут уже, к сожалению, и с прилетом в том числе, если говорить, у нас тоже очень много повреждено автомобилей, сгоревших полностью. К сожалению, и погибшие есть, к сожалению, довольно-таки много и раненых, среди них дети. Это самое главное. То есть, это целенаправленная была атака. Никаких производственной инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, то, что враг любит использовать. И опять-таки, если мы говорим о Черноморской нашей Одессе, то это порт, припортовая инфраструктура, враг не пытался даже туда стрелять. То есть, это попытка запугать мирное население, не просто запугать, а уничтожать украинцев. Это то, чем сегодня россияне не просто демонстрируют свой терроризм, они, наоборот, возносят его как в рамк, скажем, такой государственной идеологии, политики, подавая сигналы, наверное, в том числе и нашим западным партнерам, где сказать, смотрите, мы становимся жестче и будем жестокими и дальше. Поэтому все очевидно. И тут, как говорится, на картинке-то все понятно и по локациям в том числе. Давайте далее детальнее поговорим о ситуации на фронте. Вы уже вспомнили запорожское направление, но давайте на нем все же детальней остановимся. Военные вот-вот ждут возможного наступления. По крайней мере, спикер Силы обороны Юга Владислав Волошин в комментарии агентству Reuters сказал, что замечены перемещения россиян и в ближайшие дни возможно наступление. Что там происходит? Какая там сейчас ситуация? Сколько солдат россияне стянули на вот этот участок фронта? Давайте говорить о том, что речь шла не о наступлении, а о том, что возможна активизация боевых действий. Я уже отметил, что речь идет прежде всего о стыке трех областей. На самом деле Запорожской, Донецкой и фактически Днепропетровской областей. Это Великая Новоселка. Именно туда враг пытается стянуть определенные свои силы для того, чтобы продолжать атаковать. Именно в этой локации, в этом районе, что он и продолжает делать. У нас в минувшие сутки принесли 17 боевых столкновений именно на так называемом Временском выступе. Это Плаздар, где враг пытается двигаться в Донецкой области по направлению Покровску. То есть тут все очевидно. Что касается возможной, я подчеркиваю, возможной активизации штурмовых групп, это как раз и штурмовые группы, мы о них говорим. И численность личного состава, механизированные компоненты, если брать по югу целым, она не изменилась кардинально. Более того, мы говорили в вашей студии в том числе, что часть подразделений с юга, они были переброшены, я говорю, прежде всего, в группировках поиск Днепр и Юг, были переброшены в том числе на Курский фронт. И там они сегодня остаются. Я отмечу, что, например, 810-я отдельная бригада морской пехоты с преднепровского, херсонского направления переброшена через Покровск на Курск. И там несет огромные, просто огромные потери. Так вот, возвращаясь к Запорожью, надо просто немножко смотреть географию, о чем идет речь. Когда говорят о гуляй поле, то снова-таки это левее по флангу от гуляй поля, снова-таки это локация, это те населенные пункты, которые так или иначе связаны с Великой Новоселкой. Если мы говорим о активных перемещениях врага, действительно, их можно отмечать, но, опять-таки, должны понимать, где направляются эти войска, на какие локации они направляются, по каким направлениям будут действовать. Что я расскажу? Прежде всего, речь идет о Великой Новоселке. Это та операция, которую, очевидно, враг готовил. Это мы тоже понимали и об этом, кстати, говорили. Поэтому сказать, что здесь какие-то особые новости, ну, я бы, наверное, не сказал. Еще раз могу подчеркнуть, что большого наступления на Запорожье враг сегодня организовать не способен. Давайте поговорим детально о Кураховском направлении. Там оккупанты наступают с помощью бронетехники. Они снова сменили тактику и какая там цель врага? Тактика сегодня, да, она, скажем так, стала более механизированной. Потому что, ну, давайте посмотрим отчеты, например, Генерального штаба и видим потери врага не только в живой силе. Они, ну, просто колоссальные, да. То есть на протяжении, например, крайних трех суток более 1700 российских оккупантов гибнут каждый день. И в том числе огромные потери по боевым бронированным машинам, потери по танкам. Но если по танкам сегодня мы не говорим, что это рекордные какие-то показатели, с другой стороны, мы можем отмечать, что враг экономит танки. То есть у них есть определенные проблемы. Я не буду забегать наперед и, скажем так, повышать градус ожиданий. Тем не менее, экономят они танки. Не хотят их использовать в бою, потому что их просто будут сжигать. А вот что касается бронированных машин, то понятное дело, что этой техники больше, на порядок больше. Механизированная компонента стала одной из основных. И сегодня все наиболее активные участки фронта, они как раз и отмечаются тем, что враг свою тактику изменил. Он ее усилил бронью. Бронь, десант, небольшие группы, которые пытаются быстро прорываться на определенную локацию, там закрепляться, соответственно, и готовить плацдарм для дальнейшего наступления. И вот как раз мы говорим о том, что враг пытается снова-таки с трех сторон атаковать Куракова, продолжает это делать. Мы прекрасно видим, что вот эта механизированная компонента не становится меньше, несмотря на огромные потери. По бронированной технике потери действительно очень большие. Но, наверное, здесь может посоперничать в этом плане только Курская область. И враг будет дальше продолжать двигаться в район трассы Н-15. Это Куракова-Запорожье. Это логистика. Всегда необходимо помнить в том числе, что война это не только поле боя, это еще контроль за логистикой. Насколько удастся врагу дальше продвинуться на протяжении, наверное, этих ближайших часов, будем смотреть, потому что сопротивление наше подразделение оказывает очень сильное врагу. Но, опять-таки, если говорим о логистике, вот эта трасса Н-15, понятное дело, что не обязательно там физически россиянам находиться. Для этого необходимо установить так называемый огневой контроль. Они действительно близки к решению этой задачи. Опять-таки, наши войска понимают это и противодействие в том числе и ответы, соответственно, есть. Мы сегодня говорим о двух ключевых населенных пунктах – Дачный и Дальний. Как раз вот судьба этих населенных пунктов во многом решает то, что будет происходить в дальнейшем на Кураховском направлении. Поэтому ситуация остается очень сложной, она критически сложная. Тем не менее, учитывая то, что это понимание ситуации есть с нашей стороны, надеюсь, что удастся в ближайшее время предпринять какие-то меры, которые позволят еще какое-то время, по крайней мере, на этой локации выполнять две задачи, которые для нас важны. Мы постоянно о ней говорим. Сохранение личного состава нашего и максимальное истощение вражеского ресурса. Это истощение, как я уже сказал, оно просто грандиозное. Я надеюсь, что не хватит в дальнейшем духу у россиян в таком же темпе продолжать. Потому что потери огромные, они платят очень большую цену. Вот вы сказали, что потери в Курской области тоже есть. Давайте детальнее остановимся и на ней. 50 тысяч российских и северокорейских солдат там уже. Об этом говорил и президент Владимир Зеленский. В прислужбе 47-й бригады ВСУ говорят, что ситуация тяжелая, но контролируемая. А по данным издания Бильд, все старания российско-северокорейских подразделений не приносят им результатов. Какая там ситуация? Солдаты Ким Чен Ина, получается, не очень-то и помогают Кремлю? Ну, надо понимать, в процентном соотношении, во-первых, сколько там находится северокорейских солдат, наверное, сложно об этом сегодня более точно сказать. Но в любом случае, во многом ситуация на некоторых направлениях по Курску, она напоминает, вот лично мне, ситуацию по Углидару. Мы прекрасно помним, как наша бригада 72-ка, это черные запорожцы, дважды как минимум наносили большущий урон 155-й отдельной бригаде морской пехоты российской, которая прославилась, в кавычках, своей особой жестокостью по отношению к нашим пленным. То сегодня эти ответы мы, естественно, видим и на Курской области в том числе. Потому что именно там 155-я бригада морской пехоты получает очень сильные удары. Так вот, почему я сравниваю именно с Углидаром? Потому что враг пытается вот этими колоннами, которыми он действовал по Углидару, действовать таким же образом и на ряде локаций. Прежде всего, там Ново-Ивановка, если мы говорим, например, по Курской области. Сейчас не буду забрасывать наших зрителей названиями российских населенных пунктов, потому что самое главное, это с нашей стороны навязывание противнику условий нашей военной игры. Игра, конечно же, условная, я говорю, это боевые действия с потерями в том числе. Так вот, эта маневренная война, она приносит нам результат. Потому что колонны эти вражеские, они расстреливаются. Эти колонны вражеские, в том числе, спасибо нашим военным инженерам, нарываются на наши украинские мины, подрывается техника. То есть, вот когда я говорю о рекордах по уничтожению вражеской техники, если не ошибаюсь, там за крайние пять дней по Курску 77 бронированных машин. Это потери россиян, не говоря уже о личном составе. И, кстати, там 810-я бригада отдельная, бригада морской пехоты. Это говорит о том, что вот эти 50 тысяч, которые вы озвучили абсолютно верно, туда собраны боеспособные части, у которых есть боевой опыт. Так вот, эти боеспособные части, морская пехота, например, они несут огромнейшие потери. Маневренная война, тяжелая война, не очень приятная местность. Но, тем не менее, удалось нам навязать свою вот эту инициативу, и враг пытается, пытается ситуацию исправить. Пока все упирается в то, что россияне получили, ну, например, как минимум на одной из локаций дорогу смерти. Так ее называют как наши бойцы, так и россияне, если выживают. Ну, может быть, не готовы еще северокорейские солдаты к такой войне. Не видели они, в принципе, ее. Но есть информация от партизанов АТ, что готовят в Крыму северокорейцев, и не только их. В оккупированном Севастополе полигон 810-й бригады казачьей, которые укомплектовали как раз-таки северокорейцами, и которые погибают на Курщине сейчас. Но там заметили еще и наемников из африканских стран, и из Кубы. А не хватает людей? Будут еще комплектовывать не только солдатами Ким Чен Ина? Абсолютно верно. Такая информация есть. Она получает определенное подтверждение. Что касается кубинских наемников, это не новость сегодняшнего дня. Тем не менее, мы видим, что россияне продолжают в этом плане. Действительно, не хватает сегодня, ввиду того, что все-таки не объявлена полноценная мобилизация на России. Да, скрытое происходит. Но людей, учитывая потери, которые мы с вами сегодня озвучим, российские, они же, видите, просто колоссальные. Необходимо кем-то заполнять. Готовы заполнять в том числе и наемниками. Это действительно Куба, это африканские страны, но добавились северокорейцы. Более того, скажу так, что по российским так называемым контрактникам там подготовка идет, ну буквально по нескольку дней и их сразу отправляют на фронт. Что касается этих наемников, есть определенный опыт. У них боевой, но тем не менее, опять-таки, мы говорим о том, на каких локациях они по местности используются, насколько активно будут использоваться. Работает разведка. Я думаю, что превентивные меры, в том числе, вполне вероятно, будут такие мероприятия проведены, и не все доедут к фронту. Очень бы этого хотелось. Сергей, благодарим, что присоединились к эфиру. Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Брачук был на связи с Фридомом. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Фридом. Фридом – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.